Культурный выход. Ближайшие выходные будут наполнены большим количеством культурных мероприятий. Об одном из них мы узнаем у наших гостей в студии, заслуженный артист Воронежской области Алексей Тюхин и пианист Альбина Плотникова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, почему такое интересное название у проекта, чему посвящен концерт. Вот с этого начнемся. Ну, название очень интересное. Просто в свое время у меня был проект в театре, который назывался «Золотые хиты». И как бы к золотым хитам мы прикрепляли еще какое-то микроназвание, которое соответствует концерту. Допустим, это были, у нас, допустим, что-то посвящено весне или осени. А здесь у нас, получается, мы собрали такие интересные яркие композиции и начинаем мы весь этот концерт с композиции Теревердиева «По вечерам». И вот, собственно, так и вышло название, что «Золотые хиты по вечерам». А сколько вообще будет композиций, насколько такой насыщенный концерт? Это будет два отделения по 10 песен. Это очень довольно-таки много. И для музыкантов, и для певцов. 20 номеров много. Солидные концерты. Это советские песни, советские хиты, начиная от 20-х, 30-х годов, кончая уже практически 90-ми. Это уже не просто такие хиты 90-х, а это именно штучные вещи композиторов, которые не очень известны широкой публике, но это очень красиво. И они написаны именно в стилистике советского наследия. Это здорово. Алексей, помимо вас, кто будет еще принимать участие в концерте? Вот, давайте с тобой вагины. В нашем концерте будет принимать участие непосредственно Алексей, я и такие прекрасные музыканты нашего города, очень известные. Это Менгалев Евгений Николаевич, саксофонистка Олеся Сазонова. И также, кто у нас там еще? Ударники, Евгений Мисников и Карина Броян будет ведущей вечером. Это прекрасно. Компания подобралась, что надо. Причем все музыканты у нас есть в филармонии, и я вот из театра, это просто получается совместный проект музыкантов нашего города. Не просто потому, что у нас все привыкли обычно работать вот в той ячейке, где ты живешь, где ты работаешь, там ты обычно что-то делаешь. А Дом актера это такая культурная единица нашего города, куда вхожи все актеры всех театров, все музыканты, поэтому решили воспользоваться именно этой площадкой Дом актера. А в таком составе вы впервые? И почему именно в таком составе? Как подобрались музыканты и команда? Ну, получается, просто контрабас, ударный саксофон, это такой прям, ну, собственно говоря, и рояль, да, это такой... Классический набор. Основной набор такого вот, как бы, полуджазового, такого вот интересного советского вот инструментовок, поэтому у Терри Вердиева очень много прям прописано именно под эти инструменты романсов или песен, и поэтому решили вот попробовать вот таким. И аранжировки уже делаются непосредственно на наш концерт, вот сами музыканты, мы вот садимся и пробуем, как лучше, потому что музыканты все суперпрофессиональные, им не нужно там ничего расписывать, они это уже делают сами. Получается такой практически эстрадно-джазовый вечер. Альбина, вы играете на протяжении всего концерта, или есть какие-то отдельные композиции, в которых вы вступаете? Нет, я играю на протяжении всего концерта, так же, как и все остальные музыканты, то есть мы сопровождаем этот прекрасный вечер. У меня вопрос к Алексею, почему помимо вас больше в этом концерте нет ни одного вокалиста или вокалистки? Как проходила в гор? В дальнейшем, может, это во что-то перерастет в такое, что будет уже более скомпилировано с другими солистами, но пока вот мы решили в таком составе, потому что мы с Альбиной довольно-таки уже сложенный был дуэт, мы съездили очень много по российским городам, участвовали очень много в конкурсах, у нас набралась такая обширная программа, и мы решили, чтобы это не проходило все в пустоту, именно оформить вот так все, поэтому поговорили с музыкантами, причем Альбина была инициатором, что вот был именно такой состав, у нее уже были мысли, и в дальнейшем, я думаю, это во что-то вырастет еще более интересное. Здорово, давайте на несколько секунд прервемся и совсем скоро продолжим наше интервью. А пока смотрите наш утренний календарь. Сегодня 16 февраля. Во всем мире празднует День управления информацией, а в России отмечают День разведки Военно-морского флота России. Переходим к событиям этого дня в истории. 301 год назад Петр I издал указ о наследии престола. Среди известных личностей, родившихся 16 февраля, отметим писателя Николая Лескова, маршала Советского Союза Михаила Тухачевского и кинорежиссера Михаила Швейцера. Это был наш утренний календарь значимых событий. Мы продолжаем проводить это утро вместе. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наше интервью. Беседуем о предстоящем концерте «Золотых хитов» и не только. На самом деле, конечно, советская музыка – это такой целый пласт культуры, потому что работали действительно потрясающие композиторы, записывали потрясающие музыканты, исполняли потрясающие певцы. Планка, на самом деле, задрана до небес. Не страшно было прикасаться к великому и попытаться донести, вот уже в наше время, время избалованных музыкой людей, донести вот тот пласт? Вообще не страшно, потому что это одно из моих любимых направлений советское наследие, потому что творчество Бабаджаняна Пахмутова, Зацепината, Ревердиева – это все любимые песни наших родителей, наших бабушек. И, конечно, сейчас мне хочется, чтобы и молодежь привыкала к этим жанрам, потому что то, что сейчас они слышат, допустим, с радиоэфиров и телеволн, это не совсем та музыка, которая была в моем детстве. И я хочу, чтобы это все проносилось и еще очень долгие годы существовало. А нужно ли это сейчас нашим современникам? Конечно, нужно, потому что то наследие, вообще русская музыка, любая русская музыка, будь то классическая, современная, потому что у нас, допустим, вот недавно совсем ушел один из таких величайших композиторов современности Артемьев, поэтому эту музыку нужно исполнять. С ней надо знакомить молодежь, с ней надо знакомить вообще всех людей, которые ее могли не знать. Поэтому нет, это не страшно, это такой даже, можно сказать, какого-то рода просветительский проект. А что в ней такого особенного, вот лично для вас? Эту музыку писали композиторы, которые практически все получали классическое музыкальное образование. Они знали, как это строится, они знали, как это пишется, они все были очень талантливые, очень одаренные. И эта музыка, она заряжает таким позитивом, она окрыляет, она возвышает. И плюс это, извините, там еще писали авторы текстов, это рождественские, это замечательные поэты 20 века. Многие композиции там, допустим, писались на композиторов, на поэтов Серебряного века. Это наше нестареющее наследие. — Расскажите о ваших планах, вот у каждого из вас, давайте начнем с вас, Альбина. Что, где, в каких проектах вы сейчас участвуете, что вот, может быть, там в марте нового выпустите? — Вы знаете, пока у нас вот в приоритете этот проект, мы готовимся к нему, что будет потом, это, ну, сюрприз такой некий. Пусть состоится вот этот проект, и я думаю, потом что-то тоже будет такое интересное. — Алексей, уделитесь планами на ближайшее будущее. — Ну, в ближайшее время у нас впереди у всей России юбилей Сергея Васильевича Рахманова. И в филармонии, и в Театре уперебалета, и в Институте искусств везде, как бы, очень много будет проектов, посвященных этой дате Сергею Васильевичу. И Альбина, конечно, тоже будет участвовать в таких концертах. И в театре мы планируем очень много посвятить. В дальнейшем, что у нас еще запланируют именно наши организации, мы пока не знаем. Ну, а в наших планах мы, конечно, планируем еще поездить по России. У меня будут в марте запланированы гастроли с фондом Арнула Баджаняна в Белоруссию. Поэтому советское наследие идет по планете. — Скажите, когда пройдет концерт, где и кому лучше его посетить? — Посетить, конечно, его надо всем, у кого есть такая возможность. Концерт будет 19 февраля на сцене Дома актера в Большом зале. И я хочу, чтобы этот вечер был замечательный, чтобы это действительно были золотые хиты по вечерам. Мы вас всех приглашаем. — Это прекрасно. А мы благодарим вас, в свою очередь, за интересную беседу. Желаем, чтобы зрители пришли, чтобы вот эта волна, которая накрывает с головой всех, и исполнителей, и зрителей, чтобы вот этот вот момент случился обязательно. Спасибо большое. А вам, друзья, напоминаем, у нас в гостях были заслуженные артисты Воронежской области Алексей Тюхин и пианист Альбина Плотникова. Дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с утра вместе. Субтитры подогнал «Симон»